На зонах мобилизуют не только россиян, правозащитница и бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик. Рассказал Дождю о том, что выходцев из Средней Азии заставляют отправиться на фронт, а в случае отказа избивают. Гражданину Узбекистана, который находится в колонии номер 16 в Башкортостане, насильно заставляют подписать контракт. Причем такими методами пользуются, как правило, в отношении именно мигрантов. Другой пример. Гражданина Таджикистана с условным сроком участковый Узбил за отказ взять повестку. Этот мужчина не может покинуть Россию из-за судимости, но и отказаться от войны не может, поскольку иначе избиение от участкового. Валентина Чупик, правозащитница, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Добрый вечер. О скольких подобных случаях вам уже известно? Это где происходит? Действительно, в местах лишения свободы или в отношении тех людей, которые могут и находиться на свободе тоже? Что касается людей, которые имеют судимость, либо находятся в местах лишения свободы, таких сообщений не так много. За сегодня их 6-7. И впервые они у меня появились вчера. За вчера их было 4, сегодня 7. То есть это такая достаточно новая тенденция в отношении мигрантов-заключённых. А что касается людей, не имеющих никаких проблем с законом, то таких обращений сотни, причём сотни каждый день. И тоже применяется насилие, избивают людей, заставляя их подписывать, не читая непонятно что. И они это, к сожалению, делают. И только потом жалуются о том, что они подписали нечто, и мы их стараемся вывезти. Мы вывезли уже из России больше 300 человек. У нас экстренно собралась такая группа, которая жертвует деньги на то, чтобы вывезти этих людей. Потому что у них как раз проблем с законом не было до тех пор, пока им эту проблему не организовали вербовщики на эту позорную войну. Есть ещё и множество обращений от граждан России, которых, по идее, не должны были мобилизовывать. Есть бывшие эмигранты, которые получают российский паспорт одновременно с повесткой. Притом мальчику 19 лет, и он студент колледжа очного обучения. Есть мужчины за 50, которые тоже получают паспорт одновременно с повесткой. Есть вручение повесток массовое людям, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, никогда не имевшим российское гражданство. Всего лишь стоит оформить какую-то постоянную регистрацию. И приходят люди из военкомата, кто-то там клеит на дверь, кто-то стучится, ломится в дверь и снимает на видео. И говорить, что если не примешь под видеозапись эту повестку, то мы тебя завтра заберём и в наручниках отведём в военкомат. Хотя у человека российского гражданства нет. И вот этих случаев гораздо больше, их каждый день несколько десятков. Валентина, а вы понимаете, это всё-таки частная инициатива на местах. Это некий военком так пытается расширить штат тех, кого ему необходимо отправить на фронт. Или участковый проявляет инициативу. Или же всё-таки вот эти вербовщики, про которых вы упоминали, они действуют организованно? Поскольку это происходит практически во всех крупных городах, я думаю, что это не может быть частными инициативами. Возможно, есть какое-то негласное распоряжение, которое не имеет чёткой формулировки, но которое требует, чтобы любыми способами мигрантов заставляли выходить на фронт, подписывая ли повестки, подписывая ли контракты о так называемой добровольной военной службе. Но, во всяком случае, это не частные инициативы. Частные инициативы не бывают так однообразны и в стольких местах одновременно. Ну а есть ли у мигрантов самих возможность отказаться ехать на фронт? И что им после этого может грозить? Избиение или же могут зайти и дальше? Вот представьте себе типовые случаи. Сотрудники полиции задерживают мигрантов просто на улице, выходящими из магазина. Сегодня вот у меня была такая история. Четверых ребят, сделавших покупки в пятёрочке сразу после работы, задержали сотрудники полиции. Они их привели в отдел и сказали, что вы, ребята, поскольку вы таджики, мы вам подкинем наркотики и скажем, что вы здесь занимаетесь крупными перевозками наркотиков. И никто никогда не поверит вам, а все поверят только нам. Поэтому либо вы распишетесь вот здесь и уйдёте, либо вы поедете сейчас в суд, и мы вас задержим сперва на два месяца, а потом вы будете сидеть по 20 лет. Ну и ребята расписались вот тут, понятия не имея о том, в чём они, собственно, расписались. Вот вам типовая история. Есть истории, когда людей просто избивают сотрудники полиции. Или появилась такая ещё мода, сотрудники Росгвардии избивают и заставляют, опять же, подписывать, не читая неизвестное что. Какой у них способ защититься, какой у них способ выйти из этой ситуации? Но его фактически нет. Можно жертвовать своей жизнью и здоровьем за то, чтобы не расписаться. Но я не уверена, что это самый лучший способ. Спасибо за этот комментарий. Могут просто за него подписать. Благодарю вас, Валентина Чупик, бесплатный юрист для мигрантов, рассказала о том, как выходцев из Средней Азии заставляют насильно отправляться на фронт.